Тверскую область накануне Дня Победы посетил председатель Государственной Думы. Вместе с губернатором Игорем Рудений Вячеслав Володин почтил память фронтовиков, павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Ржевскому мемориалу советскому солдату. Подробности визита у Натальи Чекет. Наступательные и оборонительные операции, которые проводились на Ржевской земле с 1942 по 1943 год, сыграли ключевую роль в достижении коренного перелома в Великой Отечественной войне. Ржев был оккупирован фашистами 17 месяцев, а 3 марта 1943 года Ржев и Ржевский район были освобождены от захватчиков. Вячеслав Володин во время общения с журналистами отметил, что самое главное, чтобы потомки павших помнили, какой ценой далась победа. Посмотрите, 27 миллионов погибших. Война прошла через каждую семью. У каждого есть погибшие, есть раненые. Те, кто вернулся с войны и прошел весь этот ад самый настоящий. И когда мы вспоминаем, важно, чтобы все это передавалось будущим поколениям. Важно, чтобы история была сохранена объективной. В свою очередь Игорь Руденя отметил, что в Тверской области делается все для сохранения исторической памяти. У нас под Ржевом отдали свою жизнь более 1 миллиона 340 тысяч человек. И очень важно, что сегодня вообще говоря о развитии Ржевского мемориала, это сохранение исторической памяти. И каждый третий ветеран практически Великой Отечественной войны участник Ржевско-Вяземской операции. Очень важная задача руководителей регионов не просто все это сохранить, а дать возможность и молодежи, и гостям, и тем, кто к нам приезжает из других стран. У нас недавно казахская делегация была. Напомним, что мемориал советскому солдату был открыт 30 июня прошлого года президентом России Владимиром Путиным. И менее чем за год монумент посетило уже более 700 тысяч человек. А для удобства жителей Тверской области и гостей из других регионов была построена и открыта станция Ржевский мемориал. По маршруту запущены поезда «Ласточка». Ржевский мемориал